Дорогие, большинство бед христиан исходят из-за неведения и из-за незнания вопросов, касающих их жизни, житейских вопросов. И не исключение тема секса, которую вы уже поняли из названия. Эта тема очень важная для христиан, потому что, тем более, если один из супругов приходит к вере, и такой более духовный, а тот менее духовный, вот эти конфликты начинаются. И из-за незнания верующим кажется, что то, что у них между мужем и женой, вот эти половые отношения, эта связь, это греховно. И вот это приводит к дискомфорт в их головах, в их семье, и, к сожалению, многие приводят к разводу, расстройству семьи. И, к сожалению, священство мало говорит об этой теме, мало проповедует на эти темы. Несмотря, мы знаем, церковь благословляет брак, благословляет супругов на общую жизнь, совместную жизнь, что они станут одной плотью. И, к сожалению, есть священнослужители, которые залезают туда, куда не нужно влезать. Поэтому я понимаю, и мне кажется, что найдутся люди и начнут говорить, отец Гивон, ты куда ты лезешь? Ты, будучи монахом, так называемым, вортопедом, ты как можешь говорить на такие темы? Да, я могу, потому что, поскольку церковь, она знает свою меру, армянская церковь, она может дойти до дверей чертога брачного, но не перейти эту дверь. Там это место этой пары, мужа и жены, которые являются одним целым. Как бы, можно сказать, третий лишний или второй уже лишний, да, вот так скажу. Поэтому я, будучи вортопедом армянской церкви, и поскольку апостол Павел затрагивает эту тему, я тоже постараюсь поговорить и вам тоже раскрыть то, что говорит апостол Павел в послании к Оримфинам. Мир вам, дорогие зрители. Тема секса мучила всех христиан всех времен. Во времена апостола Павла, когда он писал послание к Оримфинам, в этот период были разные виды браков заключения. Были рабы, и рабы могли такой контракт установить, что они считались мужем и женой до тех пор, пока хозяин, рабовладелец считал, что они муж и жена. И они жили вот так, как бы в одной из палатках, палаточная жизнь. И потом рабовладелец решал, и человека мог, ну, разлучить эту семью и выдать замуж за другого раба, взять детей, послать в другое место. Был также такой вид брака, вот так скажем, брак, что если двое мужчин и женщин сожительствовали целый год, они автоматически становились, считались законным мужем и женой. Также был случай, когда брак такой, отец продавал свою дочку своему будущему зятю, это тоже считалось браком. Ну и четвертое, это который более распространенный, и из которого взяли пример уже последствий христиане, это заключение брака, когда готовятся к этой церемонии осознанно, готовятся мужчина и женщина будущие, надевают кольца, живут вместе, создают семью. Это вот на левую руку надевают, на палец, кольцо, обручались, вот это все было в римском праве. Но также там свободно могли разводиться, опять жениться, замуж выходить, и это все нормально было. И плюс к тому, там была очень распространена храма проституции, блудниц много было, разврата много всякого вида было. И вот представляете, христиане, которые должны были жить в этой среде, как им быть, как им поступать. И там даже среди христиан в Каримфинах, как мы видим в послании Каримфинах, апостол Павел осуждает того, что, говорит, я слышал, у вас находится тот, кто прелюбодействует женой его отца, то есть с мачехой. То есть он это осуждает, и говорит, из вот этого разращенного удалите из своей среды. А также он говорит о том, что если человек пришел к вере, познал Христа, соединился со Христом, то он будет это тяжелым грехом, что грехом, если он соединится с блудницей. Потому что он станет единым одним целым с блудницей, одной плотью. И поскольку христианин он храм Божий, то как может я не отдам своих вот этих членов, своего этого храма, тела, которое принадлежит Господу, некой блуднице. И вот эти темы апостолам пишут, естественно, письма, на что он это отвечает. И вот в седьмой главе мы видим следующее. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Здесь мы увидим, постепенно придем к этому, мы видим, что это, дорогие, это писали Павлу мужчины, женатые, то есть которые имели семью. И они, будучи став христианами, они начинают думать, что лучше не касаться жени. Здесь касаться не в смысле, что так пальцем коснуться, в транспорте коснуться какой-то женщины, нет. Здесь это смысл перевода, это означает половое отношение, то есть половая связь с женой, не с какой-то либо женщиной, а с женой. И поэтому Павел говорит, то, что вы мне пишете, а что писали, я не могу сказать, возможно, они писали, что вся то, что у нас страсть, то, что мы горим, то, что вот это есть, это вся виновата наша жена. То есть если ее не будет, мы не будем гореть от этого, как бы не возгораться не будем, мы будем жить счастливо и во имя Господа, да, как ты, апостол Павел. Ну и поэтому апостол говорит, ну то, что вы пишете, это хорошо, что не иметь никаких контактов со своей, половых отношений со своей женой, женщиной, но, и он говорит, но знаете что, вот вы не живете, не хотите жить вместе, но знаете, что все равно вы рано или поздно, ты или твоя жена впадет в блуд, если вы уже духовно не выросли, вот так скажу, и в вас кипят эти страсти, и вы обвиняете противоположную сторону, то рано или поздно вы впадете в этот грех, то есть в блуд. Поэтому не нужно оставлять свою жену, то есть имей свою жену, то есть продолжай жить с ней. Поэтому христиане тогда, они начинались оставлять своих жен, мужей, чтобы жить в благочестии, типа так они понимали, потому что для них это отношение, половые отношения считалось, уже думали блудом. И поэтому уже, когда Павел начинает объяснять, и дальше уже в 10 строке говорит, То есть здесь он уже показывает, что нельзя разводиться, даже если вы уже не живете вместе, вы все равно впадете в грех. Мы из чего это видим? Дальше он говорит, муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не властен над своим телом, но жена. Здесь он хочет сказать, что ваше тело, тела не принадлежат вам лично. То есть он хочет сказать, что не нужно жить эгоизмом. То есть если ты соединяешься с женой или жена с мужем, то нужно, извините, так сказать, удовлетворять не себя, а жену. Или удовлетворять своего мужа. То есть это не ваше тело, это тело вашего мужа. То есть вы удовлетворяете мужа, а муж удовлетворяет жену. Павел хочет это сказать. А если ты делаешь ради того, чтобы удовлетворить себя, вот это уже может вести ко греху. И поэтому они обвиняли жену или мужа, что типа вот они виноваты, потому что во мне вот эта страсть возгорается. И поэтому Павел, он понимая и знает, говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения, в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Видите, как он привел и показал, что здесь не виновата не твоя жена, не виноват твой муж, а ваше невоздержание. А если вы хотите быть такими духовными, типа, да, хотите немножко быть, ну, друг от друга подальше, уклоняйтесь друг от друга по согласию, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А не из-за того, что жена моя плохая, она меня соблазняет, я лучше буду отдельно жить, или мой муж соблазняет меня своим присутствием, я не могу поститься и молиться. А как можно было на время уклоняться друг от друга? Возможно, они, ну, там, я не знаю, какие дома, квартиры, дома были, как жили, может, уходили в другое место, чтобы не видеть друг друга для поста и молитвы. Но по согласию, они договаривались, давай на три дня, давай на неделю, может, на месяц, да. И поэтому, но здесь опять говорю, разве по согласию? То есть, ничем, кроме, если не согласны. Если вы не согласны, если жена не согласна, то муж знает, что это не твое тело, а твоей жены. Она как решит, так и будет, и наоборот. Вот, поэтому нужно соглашаться. И говорит, впрочем, это сказано, но как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Ну, смотрите, многие считают, что Павел был без, вообще не был женатым, никак не был, и поэтому, говорит, будьте, как я. Но есть такая, также мысль, что Павел, будучи членом Синедриона, а в Синедрионе еврейском неженатых мужчин не принимали. Обязательно должен быть женатый человек, потому что женатый человек считали, что он был более благорасполагающим, то мог, как сказать, более прощающим, то есть если был суд, они бы смотрели вот так, строго не подходили бы, да, вот так скажу. А также он был фарисеем, законником, то есть если даже и до сих пор, если кто изучает Библию, Тору, если он неженатый, это трудно. Нужно быть женатым человеком, чтобы учить и быть раввином. Поэтому, поэтому многие говорят, что Павел был женатым, может, жена умерла, или из-за того, как он пришел к вере, жена его оставила. И поэтому он остался так и начал служить Господу, посвятил всю свою жизнь Господу и жил так. И поэтому, говорит, хорошо было бы, если вы были так, как я, то есть не имели жены, не имели вот этих проблем, не имели бы это, и вовсю начали служить Господу Богу. Но опять, говорит, каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. И вот он дальше продолжает, вот уже здесь говорит о безбрачных. Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я. Видите, он сначала говорит женатым, это все верхнее, да, семь строк, он говорит о женатых. И опять повторюсь, но во избежание блуда, каждый имеет жену, каждый имеет своя мужа. Здесь опять говорю, не о тех, кто не женат. Это было о женах, о женатых. Когда если вы, они, извините, я постоянно повторяюсь. То есть апостол говорит, что вот вы женаты, и вы не хотите жить вместе, но если не живете вместе, то будет блуд. Лучше вместе живите, продолжайте жить, имей свою жену рядом и своего мужа рядом, чтобы не впасть в блуд. А отделяйтесь друг от друга, разве что по согласию. И вот он все это говорит и говорит, что лучше бы, как я, но не можете другой, как живите, как есть. И вот дальше безбрачным же и вдовам оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Видите, то есть он объясняет, что если не можете жить так, чтобы не разжигаться, чтобы не впасть в грех, лучше женитесь. То есть, видите, он разделил и женатых, и неженатых. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем была речь. Но здесь я бы хотел сказать следующее. В сегодняшних реалиях верующие должны что делать? Вот семья, создалась семья, муж и жена. Есть люди, которые извратно понимают вот этот брак, это слияние полов. И говорят, что вот этот брак только для деторождения. Дорогие, кто так говорит, убегайте от таких людей. Давайте, если так подумаем, если только для деторождения, раз в год приблизиться и все, пока ребенок родится. Да? Ну, это абсурд. Церковь благословляет на то, чтобы человек и рожал ребенка, и жил в радости, как физической, духовной, душевной. Чтобы они дополняли друг другу. То есть, муж и жена. То есть, этот долг отдавали друг другу, а не только для деторождения. Потому что человеческая сущность, она слабая, может, как апостол говорит, чтобы не впасть в блуд. Лучше имей, как бы, жену рядом или мужа рядом. Вот в этом суть того, что учит церковь. Церковь, опять говорю, она не заходит за дверь чертога брачного. Она всегда подходит очень мудро. Она может поверхностно говорить, что-то там, ну, если праздник какой-то там, ну, если не можете, лучше не подходите. Ну, опять в молитвы, в посте, по согласию. Но как там, извините, как, в каких позах, что, сколько раз, зачем, там, секс-шопом пользоваться, всякими там средствами противозаточными, да? Вот это все, дорогие, не нужно спрашивать священнослужителей. Это вы не дети, вы уже взрослые, дорогие. Это вы вместе решаете. Вы вместе решаете, что, как, почему, да? Это, знаете, и вы будете померить духовного роста, вы, Господь будет открывать вам. Вы будете понимать, что есть хорошо, а что есть плохо, что для вас не нужно, а что нужно. Смотрите, я часто говорю, да, вот, что у человека душа имеет тройственную, вот так, силу, да, вождественная, потом чувственная, потом духовная, да, разумная часть, да, вот так, души. И поэтому в браке сначала идет это желательно, вождественное, плотское все. То есть молодожены постоянно занимаются вот этой половым соединением, влечением. У них это постоянно кипит. Но со времен это все начинает угасать. Не то, что исчезает, а угасать. Но здесь уже взамен приходит уже чувственная, душевная часть, вот так скажу. То, что начинает их объединять вот эти вещи. То есть интерес к музыке, например, кушанию, к природе. Это должно вот эту гармонию создавать. Должны друг друга, вот, эгоизм вот этот, должны исцелять друг у друга. То есть кто-то что-то любит, другой не любит, а должно вот так жертвовать ради этой любви. То есть всегда помнить, как апостол говорит, что твоя плоть – это не твоя. И поэтому, если жене нравится эта музыка, муж должен стараться мудро подойти, чтобы тоже полюбить эту музыку. Ну, такой пример. А если жена видит, что мужу не нравится, она должна тоже стараться делать так, чтобы эта музыка муж не слышал. Видите, вот эта гармония любви. То есть это брак, этот союз для этого, чтобы постепенно они срослись вместе. И когда будет вот этот секс идти на нет. Почему? Потому что жена родит, беременность, болезни всякие, да, или что-то, что-то. Муж не может, уставший, жена там, да. Чтобы вы могли восполнять вот этой душевными вещами. Это то, что приводит вас удовлетворение, скажу, радость, одно и то же. Музыка. А не то, что муж сидит в телевизор, смотрит футбол, а жена хочет сериал и начинает грызться, драться, обижаться. Жена бежит к соседям, муж идет в бар с друзьями. И семья рушится. Ну, придите за всю ночь до утра, утихайтесь, да. Увлекайтесь половой сексом, всем этим, да. А уже у вас нету этого. И со временем, как вы будете расти, это все будет опускаться, обнуляться. И сатана будет пользоваться этим, вас вести к чему? Чтобы вы смотрели на других, нашли бы интерес в других. Искали того человека, который похож на тебя, имеет общие какие-то мысли душевные, да. И так семья распадается. Видите? Надеюсь, понимаете, что я хочу сказать. Поэтому, дорогие, не бойтесь то, что у вас есть влечение друг к другу. Потому что, когда грех вошел в мир через падение Адама и Евы, этот грех разлучил их, разделил их. И поэтому Господь дал силу влечения вот этих полов друг к другу, чтобы они искали, начиная как и физически, да, вот это половое, душевное и духовное. И в итоге они вот должны соединиться, стать одним целым, чтобы дышать одним целым. И уже этот, опять говорю, этот секс уже с годами будет идти на нет. Это уже будет второстепенное. Но их будет держать, крепить вот это общие вещи, которые их объединяют. А духовно это уже, когда вместе молятся, вместе живут правильно. Ну, это уже со временем будет. И уже ничто не сможет разлучить их друг от друга. Ни скорбь, ни люди, ни третий там кто-то, ни соблазн, ни сатана. Потому что они крепко. Вот эта любовь у них очень крепкая. Понимаете? Поэтому во время Великого Поста, дорогие, опять, не слушайте тех священников, которые говорят, нельзя в этот 50 дней друг с другом спать. Не слушайте. Слушайте свою жену, слушайте своего мужа. Как? Чтобы была вот эта гармония. Это не будет грехом, если вы будете заниматься сексом, вот так скажу, и во время Великого Поста. Потому что лучше так, чтобы потом эта семья крепла, чем чтобы один из веру, если один какой-то духовно такой, да, верующий, он хочет спать на камнях, спать на полу, а жена такая, она страстная, хочет мужа, муж нет. И все это и ведет к разделению семьи. Апостол Павел говорит, вы духовно и несите слабости немощи слабых, как и Христос понес. Вот вы, если духовно это все понимаете, воспринимайте свою слабую жену или слабого мужа, как слабого человека и несите это. Опять говорю, вот вынести из головы, что это грех. Тем более Великий Пост. Это не грех. Это ваша любовь. Ваше отношение, чтобы вместе вы возрастали во Христе. А также, опять говорю, не спрашивайте у священнослужителей, как, что священнослужители, они не проповедники Камасутры, извините, вот так скажу, или секс-шопов. Я почему это говорю, извините, потому что задают такие вопросы верующие. Поэтому все, что когда вы заходите в вашу комнату, это все ваше. Если вы через 10 лет поймете, что что-то было греховно для вас, но посмотрите, что 10 лет назад это вам было приятно, и вы вместе радовались и благодарили Бога в итоге. А сегодня, если это вы поняли греховно, покайтесь, идите дальше, продолжайте уже правильно жить, как уже вы поняли. Но не убивайте в себе вот это все, что дано Господом Богом. Вот это любовь, это гармония. А если брать, знаете, какие отношения бывают в семье, склоки, скандалы, непонимания, да? Дорогие, вот такой совет, не впускайте третьего человека, чтобы он эти вопросы ваши решал, тем более родителей. Знаете, родители всегда, они имеют интерес, они всегда, очень мало находятся родителей, которые очень праведно, честно рулят, разруливают вопрос. Такой анекдот, наверное, я, по-моему, где-то рассказывал, или это, что встречаются две подруги, долго не виделись, и одна рассказала свою историю, своей жизнью, вторую спрашивает. Ты как, говорит, ну, слава Богу, как дочка, я слышал, замуж вышел, да, говорит, слава Богу, она муж такой, зять мой такой, прям такого зятя не найти, он муж ее на голове носит, на своей голове носит, он не дает, чтобы она там что-то занималась, то есть он все дома готовит, моет, убирает, стирает, все для нее делает, она как царица. Говорит, а сын тоже женился, какой бедный мой сын, говорит, жена, стерва, невестка моя, она сидит и командует, и мой бедный сын дома убирает, чистит, готовит, стирает все и страдает, вот такая у меня стерва, невестка. То есть, видите, родитель всегда подходит со своим интересом, он переживает о своих родителей, о своих детях, и поэтому, дорогие, вот муж и жена, не пускайте никого, чтобы туда он входил. Если есть какие-то моменты, прощайте друг друга, не спорьте, не доказывайте, кто прав, кто виноват, просто придите к тому, что, да, если что-то случилось, значит, моя вина тоже, жена тоже пусть так думает, муж тоже так думает, и в итоге все проходит, и жизнь продолжается. И ваши детки, когда видят вашу любовь, взаимопонимание, согласие, они также правильно растут, они видят, как отец к своей, ну, к матери, то есть к своей жене относится, как их мать к мужу, к отцу относится, так и они растут, и в итоге они тоже становятся такими, или мужьями хорошими, женами, вот так, дорогие. Надеюсь, вы поняли, то есть я не собираюсь весь послание Павла, ну, эту главу рассказывать, говорить, говорит, здесь, например, он говорит, дальше он продолжает, говорит, соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался ли без жены, не ищи жены, то есть он все это говорит. Но также скажу, что эту главу он писал тем, что в то время христиане ждали, что Христос скоро придет, и всем казалось, что уже скоро придет, и поэтому нужно вот уже не ищи жены, вот так надо жить, ища Господа. Но со временем поняли, что Христос, он не скоро придет, и жизнь продолжается, понимаете? То же самое и сегодня, дорогие. Живите правильно, живите по заповедям, и будьте готовы, чтобы, когда придет Господь, чтобы вы вместе с мужем или женою, да, вот так, стать перед Господом и прославить нашего Господа. А на сегодня столько, дорогие. Спасибо вам, и храни вас Господь.